Взвод 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 За несколько дней до захвата, прямо со взлетной полосы, воруют Часового, задать несколько вопросов. После недолгого разговора испуганного Часового отпускают вместе с его штык-ножом. Куда его еще девать? Подвала на Заре нет и не будет до конца войны. Это принципиальная позиция Плотницкого, затем Андрея, ставшего комбатом после Плотницкого. В этом есть свои неудобства. Того же задержанного Часового нужно было или отпустить, или везти в комендатуру, или пристрелить. Этот вариант не рассматривается. С другой стороны, в этом есть огромный плюс, перекрывающий все неудобства. О Заре после войны отзываются по-разному, но никто не может сказать, что на Заре пытают людей, как говорят, об избушке или машике. Получив команду, разведка поднимается по тревоге. Поэт был за воротами Зари три раза, поэтому в Луганске не ориентируется совершенно. И если районы частного сектора он уже как-то начинает отличать от однотипных кварталов, как говорят местные квартала, для него все похожи друг на друга. Особенно, если наблюдаешь за кварталами над задним бортом тентового Урала. Поэт начинает привыкать к тому, что действует по принципу «ждем здесь, цель там». Варианты, в случае чего отходим к инициалу или встречаемся возле Авроры, его раздражают. И он старается держаться местных. Финн город знает неплохо. И поэта это успокаивает. Урал неожиданно резко останавливается. Всех бросает вперед. Кто-то матерится, ткнув себе стволом автомата в подбородок. «Выходим!» – командует дизель. Разведка выпрыгивает из Урала и строится вдоль борта. Они находятся среди тесно наставленных многоэтажек. Часть людей, сидевших возле подъездов, испуганно поднимается и быстро расходится. Остальные с интересом наблюдают за происходящим. «Внимание!» – говорит Андрей. «Сейчас будем брать объект. Воинская часть. Окружаем. Выходим на переговоры. Без команды не стрелять. Ясно?» Разведчики кивают. «Вперед!» Поэт идет в паре с дизелем. Пригибаясь, разведчики бегут вдоль домов, выбегают к многоэтажке, которые от соседних домов отличают только забор с калиткой. Рассыпаются вокруг, берут на прицел окна. Наверное, все знают, кого брать на прицел. Все, кроме поэта. Поэт толкает дизеля локтем. «Макс, куда, если что, шмалять?» «По окнам!» – отвечает дизель. «Это ясно! Там гражданские!» «Вроде бы второй этаж!» – не очень уверенно отвечает дизель. «Ну и двери!» «Понял!» – поэт слышит, что дизель не совсем уверен. «Если что, шмаляю туда, откуда будут в нас!» Дизель пожимает плечами. «Действительно, возразить трудно!» Андрей в черном бронежилете, единственном на весь взвод, подходит к калитке и нажимает звонок. «Один раз!» «Второй!» «Третий!» «Из военной части никто не отвечает!» «Поэт смотрит на Андрея и начинает понимать, что штурм в этот раз не очень-то похож на штурм. В двери здания лязгает замок, и в появившуюся щель высовывается усатое лицо. «Мне нужно поговорить с командиром!» – требовательно кричит Андрей. Усатый исчезает, дверь захлопывается. Поэт лежит за деревом, держит окно второго этажа на прицеле и старается стать как можно тоньше и незаметнее. От них с дизелем по прямой до окна метров 30, не больше. Если кто-то оттуда выстрелит, с такого расстояния промазать тяжелее, чем попасть. Одна надежда – увидеть движение и выстрелить первым. Но как определить, что это за движение? Кто это? Военный или гражданский? К счастью для всех, военные не отстреливаются. О происшедшем на Вауше давно знает весь город, и поймать пулю неясно, за что никто не хочет. Старого государства уже нет, нового еще нет. Власть в городе понемногу забирают батальоны. Из-за некоторого числа отморозков слава у ополченцев не очень. Заря, в общем, отличается от самых эпических подразделений, но об этом пока что знают только в Заре. На данный момент слава ополчения работает на Зарю. События развиваются невероятно медленно. Усатый бегает туда-сюда, приносит Андрею какие-то ответы и возвращается с требованием поговорить с командованием. Поэт и Дизель курят одну за одной, смотрят на окна и ждут. Больше всего поэта раздражает эти тягучие ожидания. Начались бы хоть какие-нибудь события, было бы легче. Тем временем, события происходят на взлетной полосе, где стоит техника. Спецы окружают будку охраны и быстро убеждают сдаться часовых со штык-ножами. Часовые отдают штык-ножи и после завершения операции в здании их отпускают по домам. Но вокруг здания операция пока что длится и длится. За час Андрей добивается того, что ему открывают калитку. Андрей входит во двор, но теперь военные баррикадируются в здании и отказываются открывать дверь. Кто-то даже кричит, что в случае штурма будут стрелять. Бронежилет на Андрея от ножа и пистолета. Автоматная пуля такой даже не заметит. «Мне нужно поговорить с командиром!» В сотый раз кричит Андрей. Как позже выясняется, задержка была вызвана тем, что командир за пять минут нажрался прямо в кабинете до скотского состояния. Если бы он удрал, как командир Вауша, было бы легче. Договаривались бы с кем-нибудь из офицеров, но пьяный командир боевой пост не покидает и безуспешно пытается промычать какой-нибудь приказ. По большому счету, на приказы из серии «Держать оборону» все чихать хотели. Здесь вести бой в чем-то даже хуже, чем на Вауше. Вауш находился в отдельном здании, а узел связи в жилом. У некоторых семьи прямо в этом здании, и мясорубка здесь никому не нужна. «Мне нужно поговорить с командиром!» «Давай прошвырнемся!» – говорит Дизель поэту. Они медленно, чтобы не шевельнулись кусты, поднимаются с земли и быстро перебегают за угол. Постояв с полминуты, Дизель с поэтом начинают красаться вокруг здания, держа под прицелом окна второго этажа. Там недвижение. Разведчиков вокруг не видно, но они есть. Дизель вытаскивает телефон и понемногу обзванивает нескольких людей. Леда, Змея, Бекаса, Лютого. Пока везде все тихо. Андрей зашел. Внезапно кто-то негромко кричит из кустов. «Поэт, давай назад!» Поэт и Дизель бегут к своему прежнему месту. Оттуда хорошо видны калитка и дверь здания. На их месте уже находится лед. «Андрей, внутри?» «Да!» – улыбается лед. «Все нормально?» «Вроде. Офицер вышел вроде адекватный. Ждем». Поэт кладет автомат на сгиб руки и вытаскивает сигарету. Подтягиваются нервничающие телевизионщики. Телевизионщики. Журналистка что-то рассказывает на камеру, затем начинает водить оператора по окрестностям и жестикулируя показывает, что и откуда снимать. Поэт с Дизелем лениво смотрят на телевизионщиков. Дизель, похоже, не против попасть в кадр, а поэт на всякий случай завязывает лицо банданой. Снова тянется ожидание. Внезапно кто-то дает очередь. Поэту и Дизелю в темноте не видно, кто. Звучит вторая очередь в ответ. Журналисты мечутся от здания к деревьям. Поэт снимает автомат с предохранителя. Поэт уже знает, что один выстрел или одна очередь – это ни о чем. Если не пошла обратка, значит, либо был предупредительный, либо завалили сразу. Но одна очередь в ответ и потом тишина – это уже обратка или еще нет? «Андрей!» – кричит Дизель, вскакивая с места. «Будь тут!» Прежде чем поэт успевает что-то сообразить, пригнувшийся Дизель заскакивает за угол здания. Поэт осматривает через прицел окна. Похоже, вообще никого. Через несколько минут возвращается хмурый Дизель. «Что там?» – спрашивает поэт. «Долбодятлы!» – коротко отвечает Дизель. Снова ожидания. Ополчению удается второй раз пойти с козырей и решить проблему малой кровью. К зданию подтягиваются родители военнослужащих. Они тоже помнят историю с Ваушем и сходу начинают выносить мозги офицерам части с замеченным разведчиком заодно. «Верните наших детей!» «Не стреляйте!» – истерично кричат женщины и колотят в двери. Ждать приходится долго. Уже совсем стемнело. Уже третий раз мимо позиции Дизеля и поэта проходят телевизионщики. Уже у поэта закончились сигареты. И только тогда выходит серый от усталости Андрей. Ему пришлось много раз объяснять пьяному командиру, «Почему для всех будет лучше, если часть сдастся без боя?» То ли командир понимает, что Андрей прав, то ли чувствует настроение коллектива, но в конце концов командир начинает соглашаться, что можно и сдаться. Поэтому кажется, что приход буйных родителей сыграл немалую роль в решении командира. Разведка входит в узел связи. Их встречают мрачные офицеры, испуганные солдаты и женщины с детьми, выглядывающие с верхнего этажа. Что больше всего поражает поэта – жуткая нищета. Складывается впечатление, что со времен СССР поменяли только герб и плакаты агитации. Все остальное в откровенно рассыпающемся состоянии. Главный результат захвата – вынесенная оружейка. Сейчас каждый ствол на вес золота, то же, что и на вауше. Раздолбанные, затертые АКС, несколько ПМ, патроны, вытертые брезентовые подсумки. Для людей захват заканчивается хорошо. Солдат распускают по домам. Иногородние остаются жить в общежитии с семьями, убедившись, что никто не возражает, они поднимаются на свой этаж. Разведчики, как могут, выводят из строя, в основном громят прикладами, начинку аппаратуры. Особо старательные режут провода, которых здесь куда ни глянь. Затем довольные, но чувствуя себя немного обманутыми, разведчики выходят из здания. Поэт видит, как Андрей дает интервью все еще нервничающим журналистам. Рядом с ним случайно стоит и случайно почти попадает в кадр довольный дизель. Поэт делает большой крюк, чтобы, не дай бог, не попасть в поле зрения объектива и натыкается на леда. «Лед, дай сигарету». «Не поверишь, закончились», смеется лед. «А у кого есть?» «У Бабая вроде были». «Хитрая рожа, запасливая». «Пошли к Бабаю». Этот захват поэт в свой личный счет боев не включает. Просто эпизод и все. Но для себя он так и не определился, что его вымотало больше. Бой экспромптом под Ваушем или многочасовое тягучее ожидание под узлом связи. По скрипту. Лучший штурм – это штурм без крови. Дается видео, которое вы сможете посмотреть, перейдя по ссылке, которая будет в описании под видео. Иそれでは, Продолжение следует...